ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... У нас беседа ходит где-то на час, поэтому вам, те, кто стоят в зале, вам, наверное, будет тяжеловато. У нас можно сесть поплотнее. Мы сейчас на землю стульчике бежать, мы сейчас принесем на вашу стульчик. Да, и всем хватит места. Тема прощения... Тема прощения на самом себе, она очень большая. Я ее читаю, мы в первый раз, мы в первый раз уже, и в каждый раз у нас очень понравилось. Вы, конечно, меня видят от ваших вопросов, потому что мы все равно уже будем с ней. Конечно, я расскажу, что там, и, конечно, я расскажу с точки зрения психологии, которые говорят, как, но все же не знают, что надо прощать, да? Но, тем не менее, не всегда получается, и какие-то наши общаги и гости, они тогда создаются с нами, и где-то там, в ровно сердце, все равно чувствуешь, что вроде бы прощения, но может, там не осталось, да? И в этом смысле, ведь калория атмосфера, какие-то методы, как, сделают так, чтобы полуфагия врачей, и борются, чтобы это было не впущественно, но нужно насучить зима. И если говорить про прощения, она будет не на самом деле, она будет в другом, но в пустом месте. Ничего не происходит у моей жизни, и вдруг я решила, что это упрощает. Так же, не бывает, правда? То есть, прощения всегда предшествуют какие-то обстоятельства в нашей жизни, какие-то поскольку, которые по отношению к нам совершают этот раз, или какие-то слова, которые вы присказаны. То есть, происходит какое-то событие. И, как правило, оно происходит не само по себе, а в этом причастие какой-то еще человеку. И возникает тема прощения по взаимодействию с людьми, правда же? Иногда, конечно, возникает тема прощения, которое это слово умеет людям. Потому что я иногда не решаюсь на родстве, говоря, что со мной что-то произошло в жизни, а это так несправедливо, и это непонятно почему. И в то же время возникает, что я знаю, что на родстве это решать нельзя. Но в моей ноге бывают и такие чудесные люди, и я собираюсь сегодня успеть, и чуть-чуть этот кусочек тоже трудно. Но в большинстве дня, в моей встрече сегодня будет присована именно взаимоотношением с людьми. Потому что прощение не отнимает на родные дети, а на возникает от их взаимодействия. Когда нам хочется, чтобы нам поступили как-то несправедливо, или как-то плохо с нами обожить, не так как мы того заслуживали, не так как бы хотелось, не было христианство, и еще как-то не так. И вот в этот момент, когда нам кажется, что нам поступили несправедливость, чем-то обидели, а как чили, совершили что-то плохое по отношению к нам, у нас возникает букет чувств. Вот прям много. Это не обиды, это не смысл, это не гордость, а вот это уныние. То есть очень много чего возникает в этот момент. То есть вот само непрощение и непрощение, оно не ходит одно само по себе. Оно все время приходит в нашу жизнь с еще каким-то букетом чувств и эмоций, и зачастую действий, которые мы после этого несправедливости совершаем. Кто-то, конечно, живет просто с этими чувствами и не переходит в стадии людей. Но я потеряла это в моем представлении. Момент прощения и непрощения, он имеет некоторую стадию. И вот первое, это стадия, это момент несправедливости. Второе, что я здесь выглядела, это те чувства, которые я начинаю испытывать. И у большинства людей это не только обида. Сначала обида, потом нервы, сначала нервы, потом обида. Но они вот так вот просто ходят. Есть часть людей, в которых не возникает нервы. То есть такие люди тоже есть в психологии. Это называется жерва, поведение жерва. Когда я всегда несчастная, я всегда обиженная, со мной всегда плохо поступают, я такая очень несчастная, тогда здесь обычно не возникает зло, что я возникаю от такого уныния и часть спорта, которая множится. А вы знаете, что уныние – это тоже крыло. Но иногда это людям свойственно вводить в свое уныние в некоторый статус «святость». Я так скажу, что я практически свято в своих умах. Но существует за этим как раз уныние грехов, потому что я страдаю. Я говорю о том, что ко мне выступили несправедливо. Что такое, когда я говорю несправедливо? Это значит, я дал оценку. То есть я себе, себе, отделка фольтера, что-то наоборот, и решил, что я могу судить и ответить. Справедливо или нет, заслуживый или нет, хорошо или нет, и давать такие же отнятия тому, кто со мной повзаимодействует. То есть я решила, решил, что я могу иметь право говорить ему, ты поступил плохо. То есть что мы в этот момент делаем? Это все связано с прощением. Потому что до того момента, когда мы перейдем на прощение, он проходит целый путь. И вот этот путь он будет такими шерточками. И как-то, если вдруг у нас какая-то тема прощения, она всегда связана с отцентками и со суждением. Мы при этом знаем, что когда мы читаем об этом в косметике, в нищем нам написано, что о суждении есть криво. Мы, конечно, читаем и даже пишем, но мы какого-то там не рассуждать и не размышляем туда. Мы просто ставили себе право по коемным критериям оценивать за суждением другого человека. Можем ли мы судить? Нам об этом внимание от руки глава 6 говорили стих 37-й меры полные, меры полностью по всему и все отвергаться в полу вашей какой меры вы имеете. Такое вам будет отмерено. Мы очень легко живы и судьям осуждаем и даже не задумывались об этом. Отром и нам право судить другого человека. И нам это окажется не малачение у каких-то больших пульхов. Нам уже в четвертого дня нам сказали, я же здесь производство никак не согрешаю. Это я же легко слушаю. То есть здесь нам кажется, что в этот момент у нас отношение в секторе, которое мы обсуждали. При этом мы забываем, что если я в остальных студиях, то они по отношению к системе то же самое получено от кого? Потому что мне однократно и многократно, вернее, говорится. Мне очень нравится, наверное, пришел по званию к римлянам. Два тихие, один, три. Неизвинителен ты. То есть не причем. Неизвинителен ты. Не причем. Я тебя не извини. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого делаешь тоже. Нам же действительно кажется, что тот, кто против нас что-то делал, не справедливо, он разрешил его суда. То есть мы считаем, что Бог крешен, а мы его осуждаем, а мы его осуждаем, а мы его осуждаем. Но когда мы в сути, мы понимаем, что это тоже креш. И, значит, судя другого, я делаю то же самое, о чем нам и говорили в тихо. Делаешь тоже, судя другого. И третье. И неужели ты думаешь, что человек, что ты свяжешь суда Божие, осуждая, делаешь и такие дела, ты сам делаешь тоже? То есть в этот момент, когда нам кажется, что мы не справедливо были, чтобы как-то другим человеком исправлены или что-то по отношению к нам сделано, у нас вдруг откуда-то в голове возникает ощущение, что мы имеем право осудить другого. Но эта хитрая мысль вводит нас самих тут же в грех. Да, другой. Не то, что это отношение к нам сделает, но тот же грех. А в силу любого каждого греха у нас тоже последствия не важны, каким мы с грешим. В этот момент мы становимся так же грешным, как и по отношению к нам. При этом наши чувства, ни боли, ни обиды, ни взвозь, ни убежды, оно никуда не отсылается. То есть мы, как и с вами, и так не было нравного чувства, у которого там нечего любви, когда мы побежали, особенно для кого-то. Но даже при этом нам не кажется, что это отношение с Господом. Даже при этом нам кажется, что это хорошее отношение с этим человеком. Ну и, возможно, если Господь все-таки не имеющий, а оборающий, то это преследовое ход наказания. Но как-то так нам приятно рассуждаем. Но при этом нам все равно кажется, что, собственно, оборудование с моим осуществлением никак не занимались, никак не приятели и вообще никакого отношения это не имеет. И вот здесь нам важно, что очень большое заповедение. Потому что кто в праве судить? Кому тогда не поправ? Да. Да. Только Господь так много. И много, конечно, это встречает, где он разумно говорит. По-моему, графика Салты. И у нас мы снимаем новое коллектив. «Восподь идет судить землю. Он будет судить. Вселенная любовь и народы. Верно. Он будет судить. Он судья. Я правильный. И суть только в его руках». И тогда что, дорогие мои, получается? Когда мы вдруг решаем, что мы умеем рассудить, то мы куда зададим? То есть мы говорим, «Верь, я себя сдаму. Ты, Господи, плохо судишь. Я теперь оттену мою Вселенную Жителю и буду судить». То есть опять, мы просто для нас судили, и какой-то мой, какой маленький крышечек, с моим товарищем, который я судил. Мы в этот момент Господу говорим, «Я тебе не дофляю». «Я не делаю этому суду». «Я здесь тоже, что я, я, мучшечка. То есть, почитываю, кто прав, кто прав?» «И здесь мы начинаем, что стоит понимать, что…» «А я подумала, что я так забываю, что мы разговались сейчас с вами, что мы так не понимаем, потому что диавол он так…» «У нас включаются какие-то такие самые обратные миры, которые, как бы, грех наш, сильно сразу в нем не читают. А на самом деле, я не просто рад вас судить, я еще и господа служила за то, что он служит Бога и Бога, и меня хантами. И я эту функцию, эту буртуру и это право, почему он заперл для ее судьи. То есть, этот грех в своих небах, он сильнее, сильнее, чем нам может раздаться. И последствия у него сильно глубже, чем мы думали. Потому что это такой вот шаг, такая краница. Если здесь нам хватит сил, мудрости, если мы в этот момент вспомним эти слова, представим себе эту картину, что я пришел к Господу и говорю, «Ты плохо судишь». Понимаете, мы настолько себя дойдем в травму, мы настолько вдвоемся, мы вдвоем и понимаем, что… А вот представьте эту картину, что в этот момент ты теперь плохо стоишь и Ему говоришь, «Я буду судить, ты плохо». То есть, насколько мы смелы вдруг в своем грехе и будем работать такими смелыми, когда мы увидим все реальность того, что мы хотим сделать. И если мы затыкаемся в этот момент, то, слава Богу, у нас есть шанс не свалиться со всем этим. Поэтому первое, в непрощении, что нам стоит помнить, когда у нас бывшие чувства, когда очень больно, когда очень обидно, когда нам кажется, что прости не вас можно, что человек будет совершенно выше за все рамки. Ну вот, когда у нас много эмоций, первое, что стоит это испугаться и судить. Как себе в этот момент помочь? Представьте суд Божий с открытыми глазами, с закрытыми глазами, с сердцем, с маниквой. Представьте суд Божий, представьте Господа. И внутри в себе скажите, «Господь, я не буду на себя Твою власть судить, я не буду судить этого человека, я продаю этот пастушок, эту ситуацию, на Твою Божию судить, твою веру не молить». И удерживай себя от осуждения. Первое, что мы можем для себя сделать, как себе помочь. Если только мы себе позволим в этот момент судить, то мы прям упали в глубокую бездну. Потому что как только мы себе разрешили кого-то осудить, мы тут же готовы вынести приговор. Мы не просто готовы его вынести, мы готовы его привести в исполнение. В этот момент муж может сказать, «Ах ты так, дай счастлив день у меня». «И я теперь еще что-нибудь дам мне дам». Женщина мог освободиться со всем покаляющим себя, в режим своих детей, говоря не просто о разводе, о том, что я себе ребенка не дам, не убит, что я не будешь. Это все потому, что первый шаг был осуждения. Я на суде, и решив, что я имею право, пойти дальше. И как только мы позволяем себе судить все, мы тут же позволяем себе давать права в хозяйство. Мы не просто мастеримы, но можем жить очень жестоко, и мы в этом месте можем закупить не только свою жизнь, но жизнь своей, и все своей жизни. А просто потому, что где-то в момент нашей боли, нашего чувства мы не сказали стоп, и не отдали эту ситуацию Господу на его суд, не доверились ему, а взяли что-то не свое на себя. И оно покатило, покатило, и покатило над шарикой, как в реальную бездну. И так на этом рушится. Какое-то маленькое обращение может привести к огромным бездействиям. Иногда приходят на консультацию сукружеские пары, и они говорят, что она не разводится, а скажешь лишь причину, а причина – пшик, вообще ничего не стоящее. Но люди идут разводиться. Просто потому, что где-то я осудил, остался правым, позволил себе думать, что эти чувства, то, что я делала, то, почему-то заблённое, иметь место быть, и тем самым нужно жить. Подполняю еще раз про это, что вот есть шансы не стояется на моменте осуждения, как только почувствовал боли, а хотел судить. Скажи себе слово. Скажи, Господи, забери меня эти чувства, я отдаю право судить тебе в твоей руке, не мое право. Смотреть тебе ситуацию, отдать тебе. Мужен глупый вопрос. Что вы вот конкретно понимаете под словом «судить»? То есть это означает выносить моральные оценки в целом? Например, вижу я, что бабушка в магазине обсчитывает. В этот момент я сужу или нет? И где грань между осуждением и разным? Очень близко не прячется. Осуждение всегда, когда я даю какую-то оценку, если ситуация хорошей, плохой, прав и прав. И дальше с осуждением я даю себе право, как бы право. Но как такое влиять? То есть вот я вижу, что бабушка отсчитывает в магазине. И я говорю, вот это, товарищ, товарищ Тодорец Алхаир. И я сейчас вам задам по рукам. То есть я вынес заключит, что Тодорец Алхаир решил, что платить нам наказан. То есть здесь по рукам, и дал по рукам. То есть я не буду ждать, пока постарайтесь, у кого-то правильная ситуация. Тогда я не смею скажу, вы неправильно посчитали. Да, дайте, бабушка, дайте, 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 ну, я вас заброшу, что там про чувства. А я буду говорить, что вы плохой продавец, плохой человек, вы здоровье, как плохо идете, обсчитываете беды. Сейчас я вас опробую что-то заеду. А теперь тут же сперю. А можно позаботиться, с дальнейшим обстоянием, да, но знаете, и правильно. Ну, а вдруг продавец, она вот обсчиталась. Потому что у нее это тысячный клиент, и она вот задумывалась о своем линии с названием. Но тут же отступили и уличный приговор. Вот это уже, как я. Ага. Простите. Пожалуйста, пожалуйста, поговорите. Если здесь есть крестные, кто пришел на беседу, проходите, пожалуйста, за мной. Простите, микрофон можно подать? Да. Микрофон чуть-чуть подальше. 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 Да. Не так хорошо. Хорошо. Старайтесь, чтобы я шлюсь, да, могу так... Микрофон перебирать. Может быть, вам сесть и лучше... Сядь. Да, сядь, сядь. Да, у меня это совсем не видно. Да, я не буду делать. И не будет, наверное, все комфортно. Почему? Я буду стараться с микрофоном подружиться, а он мне тогда как-то сигнализируется. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Мы говорили про сухерение, и я вас всячески пыталась напугать разные картины, да, как эта аллея и волка, что это действительно первый шаг к тому, что он дальше пойдет вместе. И дальше пойдет вместе. Если мы ехали в этот момент себя и остановили, то мы можем справиться вместе. Да, мы будем это право мстить. Вам кажется, никому не так? Что надо вместе? Просто зеркалить? Да. Римлянам 12.12. Не мстите за себя, как звучит я, но отдайте место к небу вашему. Ибо написано, мне как мещение, я воздам на мою Господь. И если вдруг вам кажется, что Господь вам никому не воздаст к вашему обиду, то прочтите римлянам, что нам Господь говорит, отдай мне, я воздам, я за тебя воздам. Будь спокойнее, отдай за твоя боль несправедливость, если она действительно несправедливость, ты не смещенна. Я, нападая, я, я, да, он не она, да? Но хочется, чтобы прямо сейчас, прямо из своих глазах, знаете, как эта женщина ко мне и говорила, вот мы с ним разверлись, Он такой подъезд, а я ляжу с моей женой с Украиной. Я уже 20 лет смотрю за ним. Ну, надо сказать, Господь. Просила? Ждет. Ждет папы. Ждет, молится, просит, осматривает, оборчается, что на его глазах он видит, и на его мозг это недостаточно. Там жидов не просили, выжидали. А если только опыта на них лишечки не ожидалось, то можно перейти на них. И так и следили, вероятно, что они, и здесь, и вспомнили. И тем самым, что сделать? Зависки он у вас, в этих хрубейзм, да? Услугу великую церковь. Как вам кажется? Господь, он за всём отразит или он могло быть еще не посетит? На всём. На всём. Хорошо ли оно и легко? Всякое дело. Всякое. Хорошее и крутое. Ничего от Господа не скроется. Поэтому то, что мы очень хотим пообвинять, поосуждать, провозгласить, нужно ли это Господу, или он не без нас сегодня. Надо ли нам быть другими помощниками? Человечество Господу могу рассказать о том, что он обоих, о том, что он не теряется. Не надо ли нам разглазивать и обвинять кого-то. Он усил, приведёйся, хранил, 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 хранил хорошие, и портуально. Как вам кажется, есть какое-то количество, которое можно обращать, а потом уже можно продолжать? Есть какое-то количество? Нет, конечно. Нет. А мне вот говорят, не напишешь, но мне написано же, ударь на тебя по одну щелку. Один раз ударь, а подставь вторую. Второй раз ударь, а про третий раз не написано, а на третий можно дальше дать. Нет. Есть присказка. Какой меру и мерить, такой… Да, Андрей Ильич, там уже начальник присказка, а не маник. Да. То есть, если тебе в один раз дали шелку, и во второй раз ты подставил тебе предание, третий раз представлять будет? Или дальше передавать? Нет, конечно. Будет. Дальше, да? Петр, спрашивая до Иисуса, подошел, Иван Гелет Матфеев, 17-21, подошел к нему, и спросил его, «Господи, сколько раз я должен прощать правду Мою дно?» «Тот, как книги пришел еще и предоставлять, пошел к нашему дно?» «Когда уже можно дальше прощать?» «Сколько раз я должен прощать правду Мою дно, если он будет решить против меня?» «До семи ли нас?» «Ну, ладно, так и быть всем готовы!» «Но, поскольку до семи можно ручно прощать?» Иисус с ним отвечает, «Говорит теперь, что не до семи, но до семидесяти раз посидишь». «То есть, бесконечаемо, но все же верно. То есть, нет для нас никакого права ни судьи, ни тем более мстить, ни разами, ни членов. Ничто нам не дает такого права. Это все не наше. И когда мы вдруг себе представляем, что люди подобное делают, надо не скупаться, потому что мы в этот момент не просто во взаимоотношениях с нашим близким, но в этот момент с отношением к Господу. Мы Господу говорим, «Судишь Бог, не дождаться Твоего суда, судить буду саму, мстить буду саму». Поэтому, когда мы пишем в исповеди, «Согрешил осуждение», подумайте, они согрешили ее вместе с этим, не доверяя Господу. Так почему же так важно прощать? Как вам кажется, Господь нам так запрещает мстить, осуждать? Это потому, что Он хочет исключительно себе и как на Вас. Мы иногда себе не признаемся, но мы думаем о том, что Господь у кого-то очень противник, и Он в суд у вас хава, хочет искать себя. Поэтому нас запрещает. Так как вам кажется, почему нам Господь говорят о том, что не надо нам усудить, не мстить, не хранить непрощение в душе? Он говорит, что надеешь, чтобы нас спасти? Что принесли с целью? Что принесли с целью? А мы ведь им божьем, что не единственное, что восстановлено не наказывать людей, а что через него они были спасены. Смирение, чтобы мы смирялись, что получили по чучу. Чтобы мы не преносхищали судьбу, потому что судьбу и Бог с ним. Мы преносхищали судьбу, а потом мы их отражаем, а делаем то же самое. Смиряясь. Того стоит строгий Отец, который хочет от своего ребенка, где-то такое невзгодное послушное начало. Хочет его смирять, чтобы он был из зачастую население родному умену. Такой смирой умену. И не преносхищался у Божии, потому что Божий для Бога. Ну, то есть у кого-то такое, опять, поддельное состояние, с которым больше таких изгодных послушных единиц как-то там существует. Чтобы мы научились свою волю лично, свою напрягать и в этом развивались. То есть, как в тренажевом плане. То есть, напрягаться, научились напрягаться в нужном направлении. А если мы будем напрягать, то что? Ну, нож понесет на суждение и на мисс. То есть, прощать нужно, чтобы не осуждать, не мисс. А чем у нас страшно осуждение есть? Чем? Грехом. Осуждение нам опасно, потому что тем же судом нас осудит Господь. И так очень часто бывает, что единственный стимул, который нас вставляет не грешить, это страх наказания. И мы это и видим. Ну, собственно, тебе же сказали, что не судило, что и тебя тем же осуду. То есть, если ты знаешь, что тебе за это останется так же, то возможно, ты не будем грешить. Но я вижу по-другому. И я вижу по-другому, чуть-чуть по-другому. Да, я не воспринимаю. Я думаю, что Господь, Он не коралющий. И он же символенный коррект, который хочет оставить Иисус в своих руках, и ничего ему не давал. И как любящий Отец, Он хочет, чтобы в нашей жизни не было греха. Потому что если мы не прощаем, то мы остаемся с кучей букетов, в спокойных тележках и духовных чувств. Это зло, сражения, нервность, обиды, осуждения, мысли о месте. Когда мы живем с этими чувствами, мы счастливы. Счастлив ли человек, который живет в этих чувствах? Нет. Жизнь Его. Благодатная ли. Есть ли там место любви, радости, легкости. Если ты все время об этих чувствах живешь в обеде, в уныне, смыслами, как бы отомстить. Но ты же несчастный. У тебя же сердце закрыто. О какой любви можно говорить, если ты вот со своей болью в сердце живешь? Вот тех родителей, неужели вы хотите своих детей, чтобы в их сердце было такого? Так он от любви к нам, нам говорит, прости, не ходи в свое сердце с этой болью, с этой злобой, тебе же тяжело. Он говорит, я хочу, чтобы ты любил, чтобы сердце твое было открыто, чтобы его не боль переполняло. Прости, отпусти. А мы все со страхом, накажем. Да он нам свеки Господи, в любви, говорит, как нам жить, чтобы нам счастье жил. А мы так говорим, Господь сам страдал и нам верил. А он сам пришел нас спасти от греха освободить, чтобы мы любви и благодарности жили. И нам столько всего дал, как нам жить в этой любви. И первое – это, конечно же, прощение. Не держи свое сердце, боли, злости, обиду, осуждений. И тогда там будет место, ровкость, прадость и любви и благодать. А мы же знаем, кто на себя. Освободи себя от всего того, что тебя разрешает. Вот там и за собой выглядит. Вот то он нам говорит. Мы перевезли на себя. Это тяжело. Это сердце правее делает жестоким. А что такое простить? Простить не значит начать дружить с этим человеком. Это даже не значит начать его любить. Поскольку прощение или не прощение нас толкает, нас рождает, нас выселяет множество духовных чувств, то, соответственно, прощение – это избавление нас от этих разрушающих нас чувств. То есть простить – это значит освободить себя от злости, от боли, от умения, от раздражения, от гнева, от утверждения, от мисти, от всех этих чувств, которые нас разрушают. Вот что значит простить. А все эти чувства – это грех, от боли и гнева. А не каждая сама по себе – это грех, которому Господь и Криша. Поэтому простить – это значит освободить себя от этого греха. Простить – это значит освободить себя от этих чувств. Собственно, о чем нам Господь говорит? Почему грех страшен? А потому что он разрушает наши жизни. Так что грех несет в нашей жизни разрушение. То есть если мы не прощаем кого-то, то в нашей жизни есть последствия этого греха. Я не простила папу, который пьет. Потом будет муж, который пьет. Буду учиться прощать мужа, который пьет. Не смогла простить мужа, который пьет. Потом, получается, вдруг пьет стыд. И мы начинаем прощать его. И так каждый раз нам нужно все-таки научиться кого-то прости. И еще бывает так, очень часто в церкви об этом говорят, что кого за что рассудишь, то в том самом вам будешь. Слышали такого? Что кого мы рассуждаем за какой-то грех, то потом так бывает, что мы сами родим же грех и попадаем. И когда сам попал, то тогда как будто бы уже легче не прости. Но ладно, оставшим такой взгляд. Так как вы видите, я тоже прощу. Скажите, а как можно прости человека, который убил, что девочку, ребенка изнасиловал, ну, кто выступил, ну, крайне жестоко. Я не могу понимать, как это можно прости. Что такое прости? Что это надо сделать? Что ты прости его? Потому что это понятно. Он как преступник, убийца, негодяя. Простите, так. А что... Прости, не ушел. Пожалуйста, я его подпакину. Пожалуйста, прости. Угу. То есть, что такое не прощение? Не прощение – это разные чувства, которые мы себе храним. То есть, я не прощаю этого человека, я на него что? Слышусь, осознаю его. Да? Поним? Как перестать это делать, да? Угу. То есть, когда я говорю, говорила про суд, да? В этот момент осуждения, тогда вы представляете этого человека, этот поступок, который он совершил, и отдаете ему Господу. Вы прямо проговариваете или представляете. Вот в психологии, она очень много, а уже странная визуализация. Это же так яснее разума же понимает. Когда я представляю, что вот этот, вот этот весь поступок, Господи, я не беру его больше судить. Я занимаюсь всегда нормальным судением. Я отдаю право судить тебе. Я отдаю этого человека то, что он совершит. Этого ребенка тебе на твой суд, и я больше не буду его судить. Я отказываюсь отступить эти чувства сюда, осуждить эти мысли в пути. Я отпускаю этого человека к тебе на твой суд, да? И представляете, как вы это отпускаете на суд Божий. Пока мы удерживаемся и удерживаемся, что нет явного судить, явного судить, да? То мы остаемся с этими чувствами. Ну, по крайней мере, если говорить про осуждение, да? Поскольку, если мы результаты в риме о том, что суд Божий, значит, мы отдаем эту ситуацию, именно осуждение, да? На суд Космос. Что делать с этими чувствами? То есть, посмотрите, чувства, они у нас внутри, так? Они же нигде, но какие-то внешние. Никто-то на них вводит, повесил на ног замочек, закрыл на крючек и ушел с крючком. Ну, так что здесь вы. То есть, то, что я испытываю, какие я испытываю чувства воли, мило, обильно, страдливость, они все во мне внутри, я их творец. Кто их создал во мне? Кто? Сам. Я сам их создал. То есть не пришел этот человек вместе со своим поступком, не приносил мне никакое чувство к нему более обидно, не закрыл их у меня на замочках и крючком от него не ушел. Но он был способствовал, чтобы это чувство возникло. И не просто так, но чисто нервности, или такое слово возникло. Это же человек сделал. Да, он сделал. И смотри, человек взял и не стал есть сего, разозрелся у него. Как же не сам? А он это чувствовал, кто хотел, и я думаю, не ваш этот вопрос. Внешне есть это было. Как бы последствия уже читали, как бы есть капюроз, и того, как они не одержались. Не знаю, они же идут эти чувства. Да. Вот как это победили. Давайте сначала поймем, откуда они идут. Потому что у нас есть какое-то ощущение, что кто-то пришел в внешнее, открыл крышечку на голове в моем сосуде. Открыл, нанил мне туда какие-то чувств, закрыл и ушел. Эти чувства нам должны дать Бога. У нас все чувства дети, мы их испытываем. Мы их всех помним. И злость, и счастье, и любовь. Без микрофона нам попробуйте. Так, то есть нам по-прежнему кажется, что те чувства, которые мы испытываем, они к нам приходят откуда-то извне. Так, отлично. Так, отлично. Я не знаю, все-таки, что-то извиняется. Не хочу сказать, что-то не надо микрофон. Без микрофона. Меня с микрофоном не слышно. Слышно. Слышно, слышно. Зато понятно. Хотите, чтобы я без микрофона говорила? Да. Не надо микрофона. Может, вы сидите? На задних рядах скажите, пожалуйста, вам меня без микрофона слышно? Да. И понятнее. Если вам меня с микрофоном не слышно, я буду стараться говорить. Вот так меня слышно? Еще у нас много шума, потому что вы друг с другом говорите, и вам не слышно. Мы не говорим. Нет, вот дай вопрос, соответственно. Надо чуть-чуть звуки, когда вот друг с другом говорим, и правильно, и это у меня смешнее. Давайте попробуем. Может, человек не может простить, потому что он сам не понимает, какой он негодяй на самом деле. Он сам не понимает. Может быть, не чуть-чуть не понимает. Хорошо, правильно. Тогда мы не можем спросить, потому что у меня был сломан. Давайте мы, знаете, вернемся, кто же актор этих чувств. Вот мы с вами выяснили, да, что непрощение – это некоторый букет чувств, которые мы испытываем. Злости, боли, обиды, гнева. И у нас возникла дискуссия. Эти чувства, они во мне рождаются? Это я автор этих чувств? Или не я? Не я. Не я. Дьяволик. Так вот, меня попало, значит, я начал колебаться, как-то реагировать. Значит, это я. Ну, когда кто-то начинает, как человек ругаться от Бога, да? Он говорит, ну, почему же… Одно и Бога. Грехок. Ну, вот мне вот… Дадите мне в лицо. Я же почувствую боль. Я буду реагировать. Ну, кто-то мне боль дал. Дорогие мои, давайте я с точки зрения психологии разрешу данный сбор. Наши чувства рождаются в нас. Каждому чувству автор Ян. Один и тот же поступок одного человека ведет в печаль, другого в гнев, третьему будет смешон. Если бы это чувство приходило извне, то каждый, кому его наливают, испытывал бы одно и то же. Видите? А мы все от разных поступков испытываем разные, потому что это чувство, оно в нас. Мы автор тех чувств, которые мы испытываем. Даже если это чувство у нас возникло с помощью или посодействием, или с провокацией какого-то другого внешнего человека. Но он это чувство нам не дал. У нас оно возникло само. То есть я его внутри себя создала. И в том наша радость. Радость наша в том, что мы сами авторы наших этих чувств. Потому что если бы действительно так было, что другой человек пришел в мою жизнь, обидел меня как-то. А давайте вы можете к нам тоже говорить. Я даже готова вам язык. Если бы другой человек с этим букетом, с речкой, этих чувств приходил, мне бы его открывал крышечку, наливал, на ключик закрыл и с ключиком ушел, то горе и печально мне, пока он назад ключик не вернет, крышечку не откроет, я вылечить его не могу. А он, может, и не будет никогда обо мне думать, что мне тут плохо с тем, что он налил. Ему вообще все равно. Он и ключик давно потерял. Это что же тогда было бы, что у меня вообще нет шансов призвалиться от этих чувств? Ну разве же мог бы так Господь зло устроить на нами? Нет, конечно. Я автор всех этих чувств, что я измытываю. А если я автор этих чувств, то мне не надо этот второй, чтобы его простить. Мне не надо, чтобы он передо мной каялся и прощение у меня просил. Мне вообще от этого второго ничего не надо. Мне нужно избавиться от тех чувств, что во мне есть. И раз я автор этих чувств, то только я и могу принять решение, причем в любое время, когда приму решение от них избавиться, взять от них и избавиться. И не ждать, что кто-то передо мной покается, исправится, начнет по-другому себя вести, осознает, еще что-то сделает. Да ушел он со своим ключиком. Да только крышечка не закрыта. Ты автор свои от чувства. Прими решение, что ты не хочешь больше жить в этих чувствах. Что ты их создал, и ты можешь с ними не проститься. Чтобы с чем-то проститься, нужно принять ответственность за то, что эти чувства испытываю я. И я их автор. Да, мы не оправдываем этим его. Мы его остаем на Суду Божий. Но у нас возникли эти чувства? У нас. И значит, я воля в праве, и мне ничего больше не надо другого. Просто мое решение. Я принимаю решение больше не слиться на него, на его поступок. Не обижаться, не мстить. Я отпускаю эту ситуацию, этот поступок на волю в воздухе. Я высвобождаю себя от тех чувств, что я испытываю. Как технически. Вот психологи, психологи, и я тоже считаю, что это хорошая методика, рекомендуют писать письма. Не реальные письма человеку. А писать как письмо о той ситуации, о том событии, которое с вами происходило тогда. А в письме мы пишем, как будто бы тому человеку, который был, который нас обидел. Так можно не писать прямо, что я тогда была обижена на то, что ты сделал так-то и так-то. Я очень слилась. И прямо чувства, которые возникали, которые вас мучают, которые терзают, вы все выписываете. Что это дает? Это нам помогает вытащить из себя. Потому что мы зачастую какие-то чувства чувствуем, но даже не понимаем, что это такое. То есть вот когда мы выписываем и говорим, вот то событие произошло, я там испытываю такие-то, какие-то чувства. Мы как бы им даем имя, идентифицируем им и вытаскиваем тем самым из себя. Потому что мы их прописали, уже они на бумаге. Уже не все во мне, уже я чуть-чуть разделила, оно уже на бумаге. Это один способ. Дальше. Если у вас сильное чувство гнила или злости, если вы кому-то не сдали сдачу, или вас как-то обидели физически, где вы могли бы за себя заступиться, но вы не заступились. То есть психологи здесь считают, что идет сильный адреналин. Но это так наше тело работает, что у нас вырабатывается гормон адреналина, который помогает нам защититься. И этот адреналин, если мы не побежим, ну то есть такой адреналин, он дает гормон, который нас делает чуточку сильнее. Мы можем сдать сдачу сильнее, мы можем бежать быстрее. То есть такой вот гормон, который пригодит к этому силу, чтобы себя защитить. И вот есть такое представление телесно-ориентированной терапии, что вот незавершенное вот это чувство злости, сдача, импульс, который шел, оно остается где-то в локом теле. Если вы очень удивитесь, если вы где-то не сдали сдачу, и это острое чувство, оно вот сейчас острое, да, то завершите его каким образом? Попрыгайте, сходите в спортсменный центр, побейте грушу, поплавайте, попрыгайте на батуте. То есть вот это злость, возникло злость, и я не человека бью. То есть я не представляю человека, которого я бью. Ах, я тебе в реальности не дам? Сдачи, я сейчас представлю, что это ты, и я тебя здесь побью. Нет. Более того, есть социальные исследования на Востоке проводились, я забыла, какая страна. Или Китая, или Корея. И у них была комната, где начальник в виде вот такой груши. И им разрешали вот злость. Была такая идея, психология, да, что когда ты злость выплескиваешь, значит ты с ней расстаешься. Но уже давно есть другие исследования, что когда ты начинаешь реально представлять этого человека и давать себе право вот хотя бы на какой-то груши, там, подушки, еще чем-то, кто-то фотографии разрисовывает, вот тебе, понимаете. То есть такое, реально, я как будто бы себе опять даю право тебе отомстить, хотя бы там с твоей фотографией, с твоим образом. То это усугубляет агрессию. То есть эти люди, сотрудники, которым такое право дали, их агрессия со временем их посещение этой комнаты увеличивалась и нарастала. Почему так бывает? Потому что это грех. А грех – это грех. Если я со своей злостью не справляюсь, а я ее выливаю, даю себе право и приумножаю, то она во мне растет. Поэтому я не говорю о таких инструментах, хотя вы можете с головой таким инструментом услышать. Но, возможно, если сильная злость или раздражение в вас присутствует, и она в вас раздирает, то есть смысл вот этот злость. Понимаете, это то же самое, что если бы, по-моему, каждый грех или каждое чувство представляли дьяволу, вот как дух. Высказано же нам в Библии о многих грехах, потому что это дух. Не дал вам духу боязни. Не дал вам духу умы. Ну, то есть дух. Вот если представишь, что злость – это дух, то вы вот сейчас впустили в себя какого-то духа в злость. И вот разбираться надо не с человеком, не с его поступком, не с его речью, не с его словами, а с тем как духом злостью, которое мы впустили. Я сейчас не просто грешу злостью. Это вот этот грех, который, ну вот как дух, если его представить, как дух, то сильно понять не становится. И мне надо с этим духом злостью во мне справиться. И если тебе не справиться самому, по идее, этот дух в злостье, ну, выплесни во что-то. Там, побегай, попрыгай, поотшимайся, по, не знаю, там, попрыгай на воду. Сюда с представлением, что я эту злость в себя впустила, но я принимаю решение от этой злости избавиться. И вот все, что, вот все импульсы, какие в руках, ногах, в этой злости, вот я тебя погоняю, избавляюсь от тебя, вот так. С последним ударом входит в последние как-то мои злости. Можно же и молитву прочитать, да? Если у вас, он у вас не прет, вот такого раздражения и злости не распирает, телесно, да? И вы можете унять эту злость в молитвы, конечно, достаточно просто вашего решения. Я принимаю решение расстаться с этим духом злости, более обиды, гнева, не сотрудничать, да? Молитва перед выходом из дома, я отвлекаюсь от тебя, сатана, и сочетаю с тобой в гости. Я отвлекаюсь от тебя, дух в гости, дух в унынии, дух гнева, дух в месте. Я отвлекаюсь от тебя, я больше тебя не испытываю. Если у вас на естественном уровне остается вот это вот какое-то ощущение, это касается сильных чувств, которые связаны с терминами, да? Тогда, возможно, вам будет легче сделать это. Такое интересное, что вы делаете, тело нужно устать, не устать. То есть вот если прямо сейчас у вас произошло какое-то событие, там, на дороге, в машине, там, где-то вы едете, кто-то что-то вам сказал, жена вам что-то сказала, пошли, что делать, текать белью. То есть физически выброс на этот телесный уровень, да? Понятно? И ныне боль, обида, она у нас зачастую слезами, слезами. Тогда, когда мы плачем, у нас вот этот ком в горле, и вот мне обидно, и вот оно у меня вот здесь, да? Я вот с ныне ухожу. Тогда плакать в голос. Понимаете, вот это бывает ритание с голосом, да? Вот в голос, да? То есть вы больно, обидно, окей. Я позволила этой боли, этой обиде войти в мое тело, в мою жизнь, да? Я вот, и вот сейчас я вот настрадаюсь, вот там плачусь, вот сейчас я вот там накричусь, вот да, у меня поздно. А когда вы выплакиваете, это не такая жалость, как мы зачастую, мы же плачем, вот утопая в этом. То есть мне так сильно себя жалко, и вот я так плачу, так много, страдаю, себя жалею. Вот не так, да? У меня есть эта боль. Я сейчас ее выплачу, в последней капре выплачу, и больше она меня не будет терзать. Вот боль моя, обида, я принимаю решение, что я сейчас тебя там выкручу, пролидаю, проплачу, и ты вот уходишь. То есть я тогда, когда попечали в этих слезах, не умиляюсь, не утопаю из этой своей боли и обиде, да? Да, я слезами ее известно из себя выливаю. То есть мы пишем письма, где мы проговариваем те чувства, которые у нас были, и мы принимаем решение простить этому человеку все то, что он совершил против нас. Почему не работают? Потому что мы зачастую прощаем обзор. Что значит прощать обзор? Я прощаю маму, я прощаю папу. Но мама и папа, они не есть равно сто процентов плохо. Да, или сто процентов виноват. Понимаете? Нельзя простить человека целиком. Точно так же, как рассудить его целиком. То есть он точно не видит плохой. Он совершил какой-то плохой поступок против вас, или по вашему мнению плохой, да? То есть есть конкретные действия, слова и дела. Поэтому прощать нужно также конкретные действия, слова и дела, а не оптом. Оптом, это знаете, когда мы говорим, я люблю всех людей. Но стоит поселиться в каком-нибудь общежитии, или даже в комнате, даже в квартире с этими людьми, которыми ты говоришь, что ты любишь. Особенно если сразу тебе в комнату залезет много этих людей, которых ты много любишь. То любовь куда-то денется. Вот так, когда мы на стороне всех прощания, всех любви. Это значит, и не прости, и не вылюбить. Точно так же, как на исповедь мы приходим. Мы же не говорим, грешна во всем. Мы же перечисляем грехи, и нам говорится, как готовиться к исповеди. И исповеди есть, да? Что ты назови каждый грех, ты его осознай, не просто грешна. А чем конкретно грешна? Так же и с прощением. Не вообще простил, а прощаю за что? То есть прощать нужно людей за конкретные их поступки. А мне говорят, а я вот приходила со школы, а мама меня за каждую двойку убила. Можно мне написать, что я ее прощаю за все двойки? Но нет, иначе, наверное, все равно на каждую двойку могла реагировать по-разному. Более того, ты же на каждую двойку за эту двойку тоже по-разному реагировал. Это не один поступок, это каждый. Каждый, который помнится. Вот если ты помнишь, что тебя наказали там за 10 двоек, значит, ты вот 10 раз это прости. Вот я тебе прощаю вот конкретно вот тот поступок, и вот тот поступок, и вот то действие, да? Следующее, почему бывает не работает прощением? Потому что простили действия, не простили чувства. А много было у нас сейчас спора, да, кто же все-таки дает это чувство? Я автор, или он с ним пришел? И мы действительно зачастую обижаемся на того человека, который в нашей жизни что-то совершил, что он принес нам это чувство. И если у нас есть обиды на него за наши чувства, то простите ему и те чувства, которые с ним пришли. Я прощаю тебя, что из-за этого поступка в мою жизнь там вошло чувство боли, обиды, злостья. Я прощаю тебя, что там через себя в мою жизнь пришло там блуд, искушение, ну что-то еще, да? Это чувство, которое испытываю я. Но человек был к ним причастен. И за это тоже его стоит простить. И тогда самой легче, что я принимаю решение от этих чувств избавиться, и я прощаю твое соучастие в том, что эти чувства у меня возникнут. Если, почему еще может не работать прощение? Потому что у нас могли быть какие-то ожидания, которые человек не выполнил. И об этом практически не говорят, но я считаю, и я убеждаюсь в своей практике, что это очень важно, и это помогает людям простить. Особенно это касается наших детских историй, связанных с нашими родителями. Папа и мама в нашей жизни, они несут какие-то роли, у них есть задачи, которые они должны выполнять. Так, например, папа — это защитник. И если папа не защищал, и если папа не обеспечивал, нам в Библии говорится о том, что мужчина, он питает. Женщину, как вот свою, да? То есть защищает, в том числе и материально. Если мужчина не обеспечивал, не защищал, девочка, как правило, вырастает с недоверием мужчины. Ей тяжело поверить, что какой-то мужчина, который станет ее мужем, на него можно 100% положиться, он будет обеспечивать и защищать. То есть от того, что папа что-то не делал, это имеет какое-то свое последствие, да? Такого недоверия даже к мужчинам. И если это есть, то простить папу надо не только за то плохое, что он сделал в вашей жизни, но и за то, что он не сделал. Папа, я прощаю тебя, чтобы ты не был обеспечителем. Я прощаю тебе то, что я не видела этой модели, и что из-за этого я не доверяю мужчинам сейчас. И тогда, когда вы видите вот этот корень, у вас есть шанс принять решение, я принимаю решение доверять. Я прощаю, что это было. И тогда есть шанс избавиться от этого. И я принимаю решение от этого, это чувство больше не испытывать. Я прощаю тебе, что через тебя, в мою жизнь, во что такое недоверие, я принимаю решение проститься с этим чувством, не сотрудничать больше с ним и начать доверять. То есть большинство той разрушки, которая в нашей жизни, есть где-то корень. И очень часто этот корень связан с нашим непрощением за что-либо. Много что идет с непрощением наших родителей. В психологии есть такое представление, как лояльность труда. Лояльность труда, ну вот психологи не могли бы придумать, как это назвать, потому что они же разделяют, православие, христианство, но науши в Библии очень все понятно, просто написано и сочиняем. А чтобы эту лояльность труда выйти, там целая группа психологов работала, эксперименты проводили. В общем, лояльность труда работает так. Если ты осуждаешь папу за то, что он бросил твою маму, пример конкретный, не именно так, просто пример говорю, как это работает. То есть ты папу не простил за то, что он тебя бросил. Ты в своей взрослой жизни женщина на женщине, она, конечно же, совершенно невыносимая жена, отвратно плохая, хуже нет. И тебе ничего не остается, как только с ней развестись. И своего ребенка тоже бросить. И ты потом приходишь к психологу или к священнику и говоришь, ну она такая плохая была, что вот жить с ней было просто невозможно. Я хотел сохранить с ней, но никак невозможно было вот с этой семьей сохранить. И когда ты сам совершил то же самое, ты говоришь, теперь-то я понял моего папу, который родился с моей мамой и меня бросил. Просто мама, она была такая же невыносимая, как моя эта жена. И в этот момент я прощаю папу, принимаю папу, потому что я теперь сделал то же самое. А Библия нам вообще очень просто говорит, кого за что осудишь, в том грехе сам и будешь. Ты папу не простил за это, вот ты сам в этом же и оказался. Психология — это статистически, вот корреляционно, научно подтвержденные факты, что действительно очень часто бывает, что мы события повторяем, но в них есть духовная причина, потому что там не была обида, и не все повторяют. Если мы на духовном уровне разберемся с этими своими чувствами, то совсем не обязательно, что в нашей жизни эти события повторятся. А мы готовы бегать непонятно к кому, чтобы с нас сняли заклятие, проклятие и прочее, чтобы наша жизнь не повторяется. Да не в проклятиях причина, а в том, что мы из рота в рот не прощаем. Мама не простила, и я не прощу, меня вообще не научили. Я же видела, что мама мстит, и я мстю, и ребенок мой мстит. Вот и проклятие, которое мы из рота в рот передаем, никакими-то там силами, запринаниями, а тем, что мы сами грех передаем, и детей своих учим. Я не прощаю, и она учится не прощать. Но в своей жизни делать то же самое. И повторять те же спорты, что и я. Поэтому наши непрощения имеют очень далекие последствия, и можно касаться не только нас, но и наших детей. И еще в психологии есть такое представление, как воронка травмы. Это так работает травма, когда у нас было в детстве какое-то травмирующее, но в основном в детстве какое-то травмирующее событие, например, когда пьют родители, дети очень часто хотят спасти отца. Например, папа пьет, и я очень хочу спасти. Я тогда его уговаривала, я прячу там бутылки, я там тащу его домой, укрываю. Но вот как-то я всячески папу спасаю, а спасти не получилось. И папа умирает. Он там перепил, умер. И у этого ребенка может придаться чувство вины. И тогда она выходит замуж за мужчину, который впоследствии тоже начинает пить, и она отчаянно начинает спасать его. Она осталась с чувством вины. Возможно, она и папу не простила за то, что он умер, за то, что он не вылечился, за то, что он не перестал пить. И это чувство вины и себя. И себя не простила за то, что не спасла, не помогла. И вот то, что психологи называют воронкой травмой, это такой психологический механизм, такой обман нашего подсознательного. Что нам кажется, я папу не смогла, но если я какого-то другого спасу, то я как бы заглажу эту вину, и мне тогда станет легче, я тогда успокоюсь, тогда мне как-то мешает моя облегчиться. Вот так вот травмы работают, но обычно мне удается спасти и другого человека, и третьего человека. И эти события у нас могут сразу раз повторять. Потому что вернуться на это первое обстоятельство, и вот там простить папу, который пил, который ушел, да, который не вылечился, и себя, которая там не смогла вот что-то с этим сделать. А если мы остаемся с этим непрощением и болью, то никакими направителями ее не перекрыть. Надо простить тот грех. Знаете, я буду мужа не прощать, или там папу не прощать, но буду милостыню подавать. Не работает. Надо вот там папу простить, какие-то несвязанные вещи, да, перекрыть не получается. Даже если вы у кого-то там будете в алкогольном центре работать и всех алкоголиков спасать, это чувство, от которого будет трудно избавиться, потому что оно, например, лежит к вашему отцу и вам в той ситуации. Поэтому возвращаться нужно туда, и прощать, и отпускать те чувства, которые тогда были в вам. Вот некоторые травмы. Ну, у нас прошло полтора часа, мне говорили, что надо 40 минуту ложиться. Поэтому мы с вами будем сейчас заканчивать. Что я хочу сказать? Вот то, что я сейчас сказала, это алгоритм. Вы обещали научиться. Да, я вот сейчас об этом только что и говорила, да, как прощать. То есть прощение – это чувство. Давайте такое резюме, потому что так слушал-слушал, делать что-то надо. Мы же слышим рецепт, когда нам вот недавно мне говорили, в общем, какие-то терапевты, новомодные течения, которые психологическая школа не признает, они, значит, загрузку посылают. Ты помолился, загрузку получил, и все у тебя растворилось. А я же никакого такого волшебного секрета не сказала. Я же говорю, письма писать, с чувствами работать. А это все то, что работать надо, это мы слышать не хотим, поэтому мы это и не услышали. А я, собственно, все эти полтора часа, как раз и говорила о том, как простить. Поэтому итогом, что мы пишем письмо, в котором мы пишем, чем конкретно нас обидел человек, какие слова обидные он нам сказал. Дальше мы пишем чувства, которые это поступок или это действие вызвало. Дальше мы вспоминаем о том, что нам хотелось. Например, мама, ты меня в детстве била, мне было от этого очень больно и обидно, я хотела тебе отомстить. При этом, мама, я от тебя ждала прощения, что ты придешь и покажешься, скажешь, какая ты несправедливая, как плохо ты делала, а ты никогда этого не делала. И мне вообще хотелось, чтобы ты меня не била, а обнимала, целовала и в голове гладила. А ты никогда не пришла, не обнимала, но только давала в задык. И тогда это письмо говорит, как звучит, мама, я прощаю тебя за то, что ты меня била. Я прощаю тебя за то, что через это битье в мою жизнь пришло чувство мести. Я прощаю тебе, что я столько времени помню вот эту волю. Я прощаю тебе за то, что ты не пришла и не попросила у меня прощения. Я прощаю тебя, что ты никогда не говорила у меня по голове, что ты не говорила мне, какая я хорошая и молодая. Мне этого очень хотелось, я очень страдала, что у меня этого не было. Я принимаю решение простить тебе это. То есть мы прощаем то, что было совершено. Те чувства, посредством которых человек содействовал чувствам, которые ко мне вошли, и те чувства, которые я хотела от мамы, от папы, от мужа, я хотела прожить всю жизнь счастливой семьей, а ты со мной развелся. Я прощаю тебе, что мое желание жить в стабильном браке с одним мужчиной, разрушилась, нереализовалась. Я прощаю за то, что ты совершил, за те чувства, которые я непосредственно тебя испытываю, и за то, что не сложилось в моей жизни, от чего я ждала. Папа, что ты не показал мне модель, как мужчина может любить маму, как мужчина может любить женщину. Мама, я прощаю тебя за то, что ты не показала, как быть женственной с мужчиной, потому что ты все время только делаешь, ругала папу, я не видела, и я не умею, и не могу сама в своей жизни так делать. Я прощаю тебя за... И мы вот пишем вот это письмо, за все вот это вот прощаем, да. И мы обязательно говорим, что мы это делаем перед Господом, как на исповеди. Мы приходим и говорим, Господи, пред тобой я открываю тебе мои грехи, да. Господи, я пред тобой принимаю решение простить моей маме кто-то, 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 простить моего папу, но мы можем себе, да, если я себя в чем-то веню, и это чувство меня отрезает, то я принимаю решение простить себе, отдать мои несправедливые, там, мои какие-то греховные поступки, твой суд, твои руки, да, я там, если вы что-то совершили, то я каюсь, если обиделись, обижались на Бога, Господа простить невозможно, Он ничего плохого нам не дает и это не делает, да, но если такие чувства у нас возникают, значит, не забудьте сказать, Господи, прости меня, что я обижалась на тебя, что я злилась на тебя, что я не видела, что, да, там, твоей милости, благости, там, в поле, то если есть какая-то обида на Бога или какие-то чувства на Бога, то это то, за что нам нужно просить у Господа прощения, да, я прошу тогда прости, то есть в чем-то вы каетесь, в чем-то вы принимаете решение простить себя, если вы там испытываете вину, или, там, в поле, или что-то, я отдаю тебя, себя в твоей руке, Господь, на твой суд, да, и перестаю сам себя наказывать, потому что мы иногда и сами себя наказываем, а, собственно, как другого, так и себя нам также не дано право наказывать. Ты помни о том страшном, да, и не делай впредь, но и каких-то наказаний себе, мы тоже не даем себя, я тоже потеряю в руки Господу, и потом истязать себя пожизненной виной, да, и не радоваться, не улыбаться, не быть счастливыми, но это тоже неправильно, да, Господь нам много раз говорит, апостол Павел, в частности, да, радуйтесь, я еще раз вам говорю, радуйтесь, поэтому прощение нам однозначно, нужно, чтобы освободиться от всех чувств, которые нас мучат, чтобы у нас было место в нашем сердце для радости и для любви. А что за эти пизда делать? Слово, это не фатальная история, вы это можете сжечь, порвать на свечки, свечки, неважно, визуалы, делайте обрядов, никаких не надо, это просто визуализация тех чувств, от которых вам надо свариться, взорвать и выкинуть в мусор, но последнее, что я хочу напомнить вам, что мы часто думаем и говорим себе, что это целая работа, писать какие-то письма, я потом, обязательно потом этим займусь. И я вам хочу напомнить, что нам говорит Ефесянам 5.15, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что днем упало». Когда мы живем с непрощением в нашем сердце, мы не можем подбежать к нашим родителям и со всей любовью влюбнуться в эти объятия. Большинство женщин приходят и говорят, «Я не могу даже обнять свою маму, потому что там столько боли, столько обиды, столько злости, что я не могу вообще подойти и обнять и сказать, я тебя люблю». И, возможно, вы очень давно не говорите со своим родителем, что вы его любите. У кого еще есть такая возможность, есть такой шанс помнить, что днем упало, и мы не знаем, когда наших родителей не будет. И так может случиться, что мы так и не скажем нашему папе, как сильно мы его любили в нашей маме. поэтому пишите письмо, освобождайте сердце от боли, злости и чувств и все-таки скажите тем, кому вы, может, долгие годы говорили каких-то слов, с кем не было контакта, о том, что вы их простили и о том, что вы их любите. Моги нам всем, Господи, вы так полезны мы смогли прощать людей, прощать близких и быть милостивыми и добрыми и будущими, и прощать близких не носить в себе эту боль, не осуждать. Так, совершил что-то человек плохое, Господи, я отдаю это твое, наполни мое сердце мира, помоги мне прямо сейчас сохранить этот мир и эту любовь к моему брату, несмотря на то, что он совершил сейчас против меня. Спасибо. Можно взять визитку, кто хочет. Если вы хотите, можно присоединиться ко мне в чат, я отвечаю в чате на вопросы бесплатно. не забывайте, не забывайте. Там можно мне в вас так писать именно больше по-моему. Вам понравилось? Да. Спасибо большое. У нас только есть планы еще встретиться на следующем году. Несколько тем у нас есть. Тема связана с нахождением половинки для тех, кто молодые. Вот темы есть связаны. С одиночеством подселить свой большой варьер, да? Здесь я не только про половинку, но для этих будет половинку и вам важно, чтобы замужем жена не будет в первом человеке, то, что вы хотите выбирать то, что вы решаетесь. В следующем году будем встречаться. Хорошо. Тогда сегодня мы будем рады всех вас увидеть. Ждем в следующем году. У нас будут разные беседы. Очень много просим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова